ПЕС АПОСТОЛ Детачмент, в принципе это не новость У нас же появились сопли с детачментами Но этот детачмент более-менее рабочий Но прежде чем мы перейдем к этому детачменту Давайте немножко поговорим о Братюме У нас уже известный чувак Ренегейт Найт Мистер Два Гатлинга Который в этой книжке тоже есть Типа бегать не надо Появился наш чувак здесь Что с ним, собственно, хорошего Это обычный Империум Найт Который имеет Фэкшн Кео Спейс Моринс И может, да, брать два Гатлинга Гатлинга сейчас чуть-чуть попозже Свой детач От одного до трех Где, если ты взял трех То ты получаешь prefered enemy К Имперским Найтам А они к тебе в обраточку Вот, соответственно То, что ты Кео Спейс Моринс Ты братюня с Кео Спейс Моринами Ты братюня с Демонами И хорошим... Желтый союз со всякими там Ксеносами Орками и прочими Вот Что позволяет, соответственно, обмазать магией С наших сорков его И вообще вокруг него отлично бегать По закачке он может брать два Гатлинга Гатлинг это вот эта вот сучка Самая дешевая шлюшка на районе 12 выстрелов 6-3 Рендинг 36 дюймов Развлекайтесь То есть, если бы это была седьмая сила То это вообще был просто олимп шлюшовости Это вот пушка, которая настолько универсальна Что другие просто не нужны Вдумайтесь, она пробивает 14-ю броню с рендингом Глансит 15-ю Глансит 15-ю Она стреляет на большую часть стола То есть, это только если у вас рак расстановки Тогда она может что-то не достать Это много выстрелов Это 6-ая сила, которая на 2+, скорее всего, всех ундит АП-3 АП-3, который убирает весь армор Или если у вас вдруг второй Пожалуйста, Рендинг, извините, уберите Вот, соответственно, если вы хотите понять Почему Ваха скатывается Вот это лицо Зашквара Самая идеальная пушка Вот другие просто не нужны Йоти Гатлинг Ну да, только можно взять его Здесь сейчас должен на фоне просто проходить Анф с табличкой Ваха умерла Да, да Можно взять 2 Берете 2 Плюс И ракетница 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 это 72 дюйма Большой, блин 5-4 Бараш Последний раз бараш у нас был где-то у дефайлеров В каком-то там бородатом году Когда он вставал раком Как смотрел в небо Да В нашей редакции В нашей редакции, как вы знаете, бараш важен Потому что потери от точки Куда он попадает Бафающие бомжи могут умереть Провалив лукаут Пятая сила, соответственно, мы Плутун на 2 плюс пробиваем Четвертый АП Значит, армор игнорим Ну, плутун на армор 465 очей в данной закачке Получается Найт Это лучшие вообще очки Которые вы можете потратить в этой книжке Ну и плюс всякий ковер Который закрывает Вас от Найта Не будет работать Потому что все еще Ковер смотрится Центр баража Да Что-то приятно Единственное отличие от Найта Из имперского армора То, что он не демон Что, в принципе, ухудшает его в чем-то Но тот не может брать гатлинги Да, 2 гатлинга окупают Отсутствие демона настолько, что Все равно четвертый есть От стрельбы, да И плюс дивинация есть Плюс санктики есть Так что Можно вообще третий сделать всегда Я знаю, вы очень хотите уже Послушать про детачмент Но еще немножко изменений У нас появились Складроны и у Виндикаторов И у предандеров У ландрейдеров не появились, к сожалению А так хотелось Представьте себе 690 очков чистого памера Это практически от Lord of Skulls Только чуточку похуже взорвать могут И тоже они вокруг себя чем-нибудь Какими-то бьют силой Да, там Сформация Ладно, смотрите Как и у петушиных спейсмаринов Тоже мы можем за виндикаторы Класть апокалиптик Бласт 10-2 Игнор ковра Если у нас 3 Танка И все они могут стрелять И все они могут стрелять Основная беда в том, что Это все еще 24 дюйма Мы все еще не фастовые И просто рандомный Крюшейкин в один из виндикаторов И мы уже не можем стрелять Этой херней А это все еще стоит 360 тачей За вот этот выстрел В никуда Любой противник Скорее всего Там чем-нибудь Тебе подобьет Один танк И все Еще повсюду есть инвузи Да То есть И так-то никого Этот шаблон не парит В нынешней мете А уж Исправиться с ним Тех Кого он парит Думаю Не проблема За три Короче Рыцаря лучше взять Просто вместо этого говна В любом случае Предаторы поинтереснее Да Если предаторов три То предаторы могут Вернее не могут А получают Тангхантинг И монстр хантинг Правила То есть Вы можете убивать Какую-нибудь большую Жирную монстру Типа Не знаю Безрукова Ева И еще кого-нибудь Попытаться По крайней мере Потому что у вас Трех танков Девять Ласканонов Три Из которых Линкованы Это все еще Девят сила В принципе Неплохо Тоже будет 120 Припомно Стоит В 33 Ласканон 140 140 Соответственно 420 Ачей Тританка Ну опять же Рыцарь лучше Но есть Например Форматы Где нельзя Суперхэвия Да А вы как что-то хотите Тританка принес Да Тринадцатый лоб Все еще Как бы То есть он Где-то в семерке Там я пытался С ними играть А здесь Ну короче Бонус не лишний Ты так сказал Только что Как будто Как будто у нас Восьмая редакция Не знаю Я что-то пропустил В шестой Два месяца В поле пролежал Так Слейбстударнес Black Crusade Detachment Вот она Вот она Пик карьеры Фила Мать его Келли Тринадцатый Юбилейный поход Да Здесь короче Все Как у больших Смотрите У нас Detachment Как всегда Какие-то коры Какие-то укселяли Сейчас расскажем У всех Название кодекса Оно достаточно подходящее Чтобы Туда пристроить Слово Декурион То есть Эльдерион Там Демонион А тут не получается Хейтерион Нет Херово Херово Да Смотрите Есть три бонуса За деталь Первый Естественно Warlord Trade Мы можем Приролить Причем Только по нашему Кодексу Хаоса Звучало Как есть два стула Есть три бонуса Куда сам сядешь Куда лорда посадешь Второй Бонус Это Хатрид Хатрид К империуму Что чутку лучше Чем Хатрид К Просто Спейсмаринам Потому что Империума много И он весь разный И имперская гвардия И прочее Все что есть Что в принципе Неплохо так Потому что Половина армии У нас Империум Но Все равно Месть Ичкова И при этом Я чувствую Прямо в этом моменте Напряжение Мысли Фила Келли Он такой Думал Что же Еще один Хатрид К империуму Я не уверен Что на том месте Показал Где Фил Келли Напрягает мышцы Скорее всего Я к своему Прикладываю А у него в другом месте Бесплатное ветеранство Можете взять всем остальным Вы будете ненавидеть Пока ненавидите Да Вы скажете Что типа Еще же бонус К ледаку Но в нашей книжке Он нужен Только одному Юниту по факту Который сейчас Не играет Это об литераторы Им действительно Ледак брали Даже за деньги В свое время Остальные Либо имеют Десятый ледак Уже Либо Бесстрашный А возможно Либо не могут брать ветеранство Как культисты Да Или одно и другое Как у спавнов Например Поэтому Очень странно Одно другое И третье У них десятый ледак Они фирлисные Им Нельзя брать ветеранство Там комбо просто Вот И последний Третий бонус Который типа Самый такой В стиле Фила Келли И более-менее Еще мы можем Не смеяться на них В начале вашего хода Вы выбираете любого чартера В вашей информации И кидаете бесплатный бул Что в сухих цифрах Означает, что у нас 5-7 булнов За партию Которые вы любому скасите Но по факту Если брать не варбанду О которой сейчас поговорим Буны эти кидать некому Если мы например берем По минимуму Гластен Дамни Где у нас пачки культей Кидать чемпиону булнете Ладно, ты берешь Либо формацию с позестами Либо ДП в командную формацию И ДП раскачиваешь булнами Или в таком же, что ты без крилма Короче, очень странный бонус Он такой реально для кухни Вот на кухне, наверное, прикольно Вот как и Фил Келли любит Просто покидать кубы, бровь Д6, чтобы бросить Д6 Чтобы бросить Д3 Короче, кайф Причем я все еще не понимаю, по какой причине Эта же схема с кинь Д6 Чтобы кинуть Д6 Работает в кодексе демонов То есть там она как-то прижилась Ладно Есть классный бонус к этой обилке Сейчас до варбанду дойдем Последние пара слов о детачменте Детачменте Мы обязаны взять кору и одну акселярию Самая дешевая кора стоит 305 335 очков Нет, 305 Это 4 пачки Культистов и 1 Даркапостел Самая дешевая акселярия 1 спалм Итого в сумме 335 То есть это формат все-таки 1850 Спортивный Это не какая-то компания Где, помните, в прошлых кодексах Например, ну там Каких-то волков Там от тысячи Там начинается Там у демонов сколько стоит Коровая самая дешевая 345 на 10 очки На 10 очки Ну да, демон нормально Вот То есть можно играть И то, что не будет в формациях У нас, собственно, спавны Там 1-3 Можно брать просто без всяких бонусов И командная формация 0-5 Каких-нибудь командиров Типа лордов, сорков Или демон-принцев Соответственно, это означает Что можно 5 сорков взять 5 демон-принцев Нет Нет 5 сорков Ну, лучше 5 сорков Естественно, по кабалу Либо вот есть Какой-то 5 сорков тут 5 сорков по кабалу И спамить Призывать герольдов Новых Демонических А те будут призывать Еще герольдов И еще герольдов И в итоге сорки Умрут где-то ход на второй Но у вас есть столб У нас будет герольдов А вы играете на киллпойнт И вы в дерьме Очень глубоко Мне это напомнило Когда мы играли В староковской компании Где можно Без фока Я наделал много сорков И пытался Уменьшать силу Чтобы, типа, она нулевая была А потом читался Что молитвичные Возможно так же Короче Это у нас читали Давайте посмотрим Что у нас Дальше У нас есть Зимитрейр Тот же абсолютно профиль Просто новая Минька Минька Ну в принципе прикольная Такая он типа Танцует Зигу Фу ты Зига Господи Танцует Зигу Ладно Я бы но весь не вырезал Но потом Смешно Лизгинку он хотел сказать Лизгинку, да Тоже самое Абсолютно Ничего не изменилось В каких-то он там В расписках Немножко играет Потому что У него есть Амурбейн Он Бьет много атак Ну да Плюс попадает в инвиз Короче Степановский формат Юмита Ну нет Все еще Есть общепринятый Ростер В котором он играет Это ростер С собаками Кабалом Сайфером И Харном Где куча народу В одном просто боинге Он ходит и убивает Наш Девстар Такой Не Девстар Я предлагаю все мерить Айси Аурами Ну где-то на На четверочку Из десяти Да Как вы понимаете Десять это Не наивысшая оценка То есть Вот Вот десять Айси Аур Из десяти Это наш замечательный Лорд оф скул Давай Бекова Восемая сервера Восемая Зачем он здесь Непонятно У меня здесь формация До которой мы дойдем Ну короче ладно Его надо продавать Маленький спойлер Формации Три таких парня И просто возьмите Калькулятор Или посчитайте В уме Восемьсот восемьдесят Остер На три Смотрите Теперь наша Варбанда Это коровая формация Которая Которую сейчас Пытаются Раскуривать Мы уже поиграли Вы видели Мы играли Варбанда На варбанду Главный бонус Здесь то что Когда ты роляешь По бунам Ты можешь кинуть Два раза И можешь взять Либо два Либо один из бунов Вы взять Либо Айсиауру Либо Вичитеру Да Да И Objective Secure Что типа круто Но Не очень понятно На самом деле Стоит ли Вот именно набор Этих юнитов Objective Secure И бунов Этих бесконечно Где бесплатные ринки Почему нет бесплатных ринок Без них Смотрите Что мы должны взять Мы должны взять Одного лорда 0-1 Сарков Дальше 1-3 Чоузенов Терминаторов Посестов 2-6 Спейсмаринов Обычных 1-3 Рапторов Арталонов Байкеров Байкеров И 1-3 Хавоков Хелбрутов 1-3 Соответственно Можно взять 3 Хелбрута Идем по минимуму Лорд Какой-то там На байке С кулаком Возможно С сигилом И мы помним Что По Вордингу Слоттера И Black Crusade Ой Black Легиона Мы можем Любой детачмент Назвать Кримсон Слоттером Например То есть Мы можем Спокойно Здесь брать Ларда Ларда С кулаком В 2 плюс С меткой Нургл На байке Что в принципе Уже неплохо Звучит Относительно Ну Либо это Лорд Например С Топором Кхорна Куда-то В собак Например Нет В собак Он не идет Собакам Там пешком Надо идти Здесь будет информация Я потом расскажу Я понял Ладно Вот Сарка Ну в принципе Так Сарка Спавна Короче Превать Не нужно Здесь Потом Терминаторы Идут в следующем Слоте С мельтами Где-то падают Там напрягают Ну это Короче Минималка Получается Столу Там 12 Что ли Ачей Остальное Все дороже И бесполезнее Там Ой господи Пасэсты Даже не Пасэсты Кеоспейс Марин Снаринах Возможно С одной Мельтой Если есть очки Если нет То без Мельтой Куда-то В жопу Где-нибудь Там Возможно Демон-принс Какой-нибудь Традиции Случайно Если у вас Всех перебили Например Это Чарактор Мельтами Если вы хотите Мельтодроп Еще один Потому что Терминаторы Один раз выстрелят И сдохнут После этого И соответственно Хаваки С автопушками В коробке Из-под холодильника Потому что Дом нельзя У нас не кат Нет Слота Под фортификацию Соответственно Они должны Где-то в руинке Сидеть Но это Уровень пятерки Когда я тоже Кула-то их с ним Прятал И все время Сразу убивали Вот Стоит ли это Все Objective Secured И Бунов Буны В принципе Можно в лордан Все вкладывать Но мы помним Что Вот главная проблема Бунов То что Наши чарактеры Обязаны идти в челлендж Они обычно там умирают Лорд Ну так Не может Он Его если сильно закачать И бунам Хорошо пройтись Он вроде как Лучше становится Но все равно Это не чаптер мастер Я бы сказал Что проблема Бунова Даже не в том Что мы обязаны В челлендж А в том Что эту таблицу Неплохо укоротить Раза в два И вот тогда Она была бы В принципе нормальной Ну короче Никто вас Не застрахует От того Что вы приедете К тому же Чаптер мастеру Бряться Тремя Асиаурами Получите кулаком В лицо Или молоточком И закончите И от фарсы Какой нибудь До свидания Чаптер мастера А не от фарсы Ну там Тегории петушиной Там палкой Свою просунул Зад Там ты колк Кинул Короче До свидания А если у тебя Карн Вот Карн Не заинстился От фарсы Короче смотрите Друзья По хорошему Вот это варбанда Для кухни Потому что Там посидеть Будут и покидать Посмеяться Трем асиаурам Как мы собственно Сделали смешание И вот это максимум На что мне кажется Это рота курильщика Да В То есть мы Вот я прикинул Берем рыцаря Берем кабал И она не лезет Варбанда уже туда Ну просто не лезет Зачем она тебе вообще нужна Если у тебя есть рыцарь и кабал Уже явно не от того играешь Ну да Типа МСУ Ну странная очень То есть это не Короче Проблема этой варбанды Это именно юниты Здесь нет крутых чуваков Которыми ты играл И вот Это их не усиливает То что здесь есть Буны не усиливает Отряды Один бун вход То есть да Будет 10-14 бунов За партию Но это все В ларда Скорее всего вольется И скорее всего Ничего из этого Не доживет до конца партии Чтобы получить Свои 10-14 бунов Да У нас нет Все еще Чаптер тактик Никаких там Транспортов Ничего Все это Кусок говна Который вы будете Сдавать потихонечку И все МСУ просто С теми же тактичками Спейсмаринов Работает лучше Потому что тактички Дешевые И они выполняют Работу свою Они делают То за что Заплаченные очки Что делают эти ребята Я не знаю до сих пор Тут как вышел кодекс Я до сих пор не знаю Что они делают Не читал Еще одна коровая информация Это у нас Как раз Кхарн Мы шторм в город Скажи пожалуйста Ну короче говоря У нас есть Кхарн И сколько там 4-8 Бэковых Юнитов Берсаков У нас есть два правила Первое Это то что у нас есть Флит И мы чаржим На 3 дюйма дальше То есть у нас есть Почти Что ссаная тряпка Из кодекса демонов Которая позволяла Чаржить на Д6 плюс 6 И Еще у нас есть It's raining blood Просто со слэйер Включай фоном Сейчас И Мы можем В начале Своей Своей Мумент фазы Делать Пайлын И ударить Свои атаки В хтх Противник В ответ Ударить нам Не может Эта фишка Была у орков Уже В их Детаче Проблема основная В том Что это Берсеркеры То есть Ладно Кхарн Запайлынится И ударит Там свои атаки 6-2 Армор бейн Окей Хорошо Проблема в том Что берсеркеры Это в лучшем Случаи атаки 6-4 топорами С чаджа Или 5-4 Без чаджа И у них Сколько Одна атака в профиле Одна Одна атака в профиле Ну за пару Там конечно есть Эти ребята Не выглядят Профильными ХТХ И не будут Ими выглядеть Никогда То есть Они при этом Они дороже Обычных ХСМ На Астрономическую сумму И топоры Еще докупать Надо Надо понимать Что все еще Доставки Никакой нет Они просто Не дойдут До этого ХТХ Их убьют Раньше Мы из Рин Не можем Чарджить Из ЛРов Мы можем Но кто же Будет И пихать Короче Вот эта формация Я не знаю Зачем у нас Это вот 10 ICA Из 10 Про варбанды Или 8 бэков Про варбанды Я все еще не решил Где-то 5 Наверное Там есть Хотя бы Objective Secure Четверочку Хорошо Хорошо И последняя Кора формации Это Lost and the Dawn Который мы уже Упоминали 4 пачки Культистов Минимум 9 максимум То есть Вы можете 450 очков Упороться Потратить И у вас будет 9 пачек У вас будет 90 культистов Смотрите Что делают Эти парни При умирании Отряда Культистов На 4 плюс Возвращаются Аутфланком На стол Могут в аутфланк Там не обязательно Не обязательно Аутфланком Они уходят в ангойный резерв И этот ангойный резерв Может быть аутфланком И важный момент Что когда эти ребята Которые вышли Из аутфланка Ну или просто Из резерва Умирают За них вы еще раз Кидаете Д6 То есть по сути Если вы хорошо Кидаете 4 плюс У вас бесконечные культисты Ну и второй бонус Это то что Апостол раздает Свой зилот Не в отрядах Обшительных Себя Что как-то Не комбится С аутфланком Из культисты Вот Мы уже знаем Что нельзя В отрядах Возрождать героев Извините Вот И очень Короче Вроде дешевая формация Не комбиться С бонусом За деталь Потому что Культистом Кидать по бунам Это какое-то Странное изращение Ну просто можно Взять отсюда Апостола И поставить его В арбанду Да Это единственная Возможность Взять апостола Чтобы реролить буны Которые у нас Есть как бы За наш И его даже В командных формациях Его нет Да То есть вот это Короче Если хотите взять Апостола Для рерола бунов Вот этих вот По два Например Да В арбанде Вам нужно Еще 200 очей Потратить на Я просто представил Судя по вот сейчас Этой фразе Я представил себе Чувака Который платит деньги И я возле стола Буду у него стоять И будем ему реролить Да И все хорошо С апостолом Сука Но он не может В байк Прям вот Вот я бы Реально Я бы сажал Я бы в боинг Ни во что Не может Кроме метки Поэтому у него Просто стартовая Закачка С палкой И сигилом Вот он Очень круто Смотрелся бы В боинге Там из байков Да Вот по варбанде Где у нас куча сорков И он на байке едет И помогает Кидать буны Но нет Он не может На самом деле В байке Я знаю даже почему Потому что смотри У него в одной руке Палка точеная А в другой руке У него кадила драченая Поэтому ему рулить нечем То есть он не получит К сожалению Сколько осиаур Мы дадим Очень замечательной информации Вообще Я думаю Что три Три Да Она неплохая Хотя бы тем Что она дешевая И все еще бесконечные культисты Да Без обсека Да Но это все еще Маленькие отряды Вот да Один из главных минусов Это то что у него Нет обсека То есть культисты Они чем хороши Тем что они всегда Скорили точки Здесь они как-то Ну выйдут они фланком А там стоят Какие-то гречины Такие Но они из пистолетов Постреляли Убили даже гречины Потому что по-моему Это единственное дело Они могут убивать Своих пистолетов Это гречины Да Ну короче Вот Не знаю То есть Брать их Как дешевую Дешевую кору Чтобы взять Титач Бессмысленно Потому что они Не комбятся С бонусом Титача Зыбун Потому что Качать их Бессмолезно А если мы берем Варбанду То зачем нам Лостен Эдэм Проехали Короче смотрите Пошли просто Аукселяли Очередные Бэковых 8 Асиаур С 10 Сразу Да А смотрите У нас есть Варп Смит И сколько там Этих ребят Сколько 3-5 Фордж Финдов Или Маулер Финдов Дефайер Нет Просто вычеркни Твоя же книга Вычеркни Я не могу Вот Вы можете включать Димон Фордж Сколько угодно Раз за партию Сгореть на нем На хер кидая единицы И вы назначаете Одну из этих машинок Альфа Пак Лидером Который получает 4 плюс 0 И Когда Он умирает То все остальные Машинки получают Рейдж Если вы взяли 5 фордж Финдов Например То У вас будут Фордж Финды С рейджем Которые на хер Ничего не могут Я представил Просто альфа Дефайлер И порвал На этот момент Альфа Савес Смотрите Главная проблема У него под пушкой Такие маленькие усики Да Главная проблема Всех этих Фордж Финдов В том что Они попасть не могут А не то что Они не могут Восьмой своей силой Пробить кого-то Боже мой Это у дракона Проблема Что он пробить не может Но с драконом Такой формации нет А хотелось бы Есть формация В Блэк Лиджине По-моему Да Где вы раздаете Похожее очень В стрелушке Где ты Свою БС Можешь БС отдать Она получше Но все равно Гавна А это Ну это Вот я бы даже Девятку сюда Сяур вкатил Потому что Из восьми Из восьми Да Бэк-вэк К кому-то другому Дальше Смотрите Я не знаю Переворачиваешься Стороню Бальзам на душу Сразу Ну как можно Там это А здесь Просто двух драконов Взять И дать им Бонус Два-четыре дракона Драконы Если их два Они отнимают Один ледак В двенадцати По-моему Двенадцати Да Если их три Они отнимают Два ледака И если их все четыре Они отнимают Три ледака Что просто охереть Как много на самом деле А еще учитывая Следующую форму Нет не следующую формацию Потом с варпталонами Мы можем сделать Минус пять К ледаку вражеским юнитам Это без всяких демонов Еще там Без брони Темных ледаков А тут мы завели колокольчик Еще такую У нас уже минус шесть И развлекаемся Да В общем Типа Ксаркам отлично Которые там Накидали всякого говна По телепатии Но Могут в шерик Например Ну вы видели Я пытался В репорте Не очень получалось Но в принципе Это рабочая схема Но я опять же Меня тупо От геймдизайна Просто Пердак горит Почему именно Два-четыре дракона Что это за формация Я понимаю Если бы например Они комбили С какими-нибудь байкерами Вот формация Типа байки едут Измельт транспорт И вскрывают А драконы Пожигают начинку Как эти Как Демонская формация Три солглиндера Все Нет я понимаю Что типа Ну вот как бы Бэхова Типа с чем они работают Информация Что связка какая Просто два дракона Просто уже Даже в ГВР поняли Что все берут дракона Да А ну и второй бонус у них Это то что если Юнит Залег Лип бежит Лип бежит Да То они наносят Не один Виктор страйк Семь-два Свой А Д6 Что приятно В принципе Да Возвращает нас Немножко В старые добрые времена Когда они всегда Д3 давали В два раза возвращает Неплохо Вот Короче Проблема этой формации Была только В том Что ограничивалось Тремя детачами Там всякий спорт Типа они не успели Не вылезают Типа берешь Рыцаря Берешь кабал И И все Нужно какую-то там Брать кат Какой-нибудь Чешую что-нибудь Видите не влезает Сейчас можно Вроде как 4 Но При этом там Декурион за 2 Идет Так что непонятно На самом деле Сколько Как они будут влезать Или нет А так круто То есть Они спорят тут С вингом Из Смерти с небес Потому что у них Есть бонус прикольный Да Неплохой везде Они конечно же Не отнимают Резервы Как винг Но Это буквально Даже 0 Айси Аур Вообще Даже не похоже Не весьма Дальше у нас Опять Айси Аур Набрасывается Семерочка Примерно Как минимум Потому что Фил Келли Снова не смог В принципе Его рвет Реально Он короче Типа Тут такой Нет Я предполагаю Что возможно Он спал Или на обед Уходил Пока писали Эту формацию Просто какой-то чувак Ниндзя Прокрался В офис К нему И написал Формацию Нормальную Ну правда Ладно Будут еще Смотрите Один Тири Вард Смита Три И пять Либо облитераторов Либо мутиляторов Прекрасно Следующий бонус В восьми дюймах Замечательный Вард Смит Может выбрать Короче Он выбирает Восьми дюймах От себя Юнит И он может Либо пострелять Два раза Либо ударить Два раза ФТХ Если будет мутилятор Основная проблема В чем В том Что облитераторы Дипстрайкаются Как правило То есть Так же Как и мутиляторы То есть Вы можете взять Пять штук по одному мутилятору Чтобы там на них Забили просто Болт Пока они там По одному где-то Расползаются Они может быть Кого-то подчарджили И убили Но Они ударят один раз Потому что Вот этот парень Не может ни в дипстрайк Ни во что Ни в какую доставку Он может стоять Только у себя Он даже на байк Не может сесть Подъехать Типа на первый ход На второй упад Не может он это сделать А если мы Типа Например Даже облитератор Расставим дома Как в пятерке То во первых Он выбирает Один минут Во-вторых Где-то враги Вдалеке И Все Да Тут стоит важное уточнение Что В этом не было бы Духа Кодекса ХСМ И Тлетворного влияния Келли Если бы Не было как есть Как здесь написано То есть Облитераторы стреляют Да из двух Два раза за фазу Но они стреляют Из разных оружий Они обязаны это сделать И они Не могут стрелять Из тех пушек Которыми они стреляли На предыдущий ход И не могут Соответственно Стрелять этими пушками На следующий ход Пожалуйста Просто Да То есть Допустим Вы хотите Пострелять из лазок И это единственное Что достает То есть Вы постреляли один раз И вас бонус пошел нахер Очень быстро Даже если идеальная ситуация 24 дюйма Вот этих вот В которых работает Все Прочистое Что здесь есть Вы отстреляли С там плазмами Солтками На следующий ход Что вы делаете Вы идете ближе И стреляете То же самое С нашими Замечательными Мутиляторами Которые там У них есть Только Кулак С Кулаки Да У них С Чейнфист У них есть Лайтнинг Ловсы У них есть Мечи И булавы Булавы И топоры Топоры У них 5 разных То есть Восьмая сила У них Только На кулаках Чейнфистах Просто кулаков Нет Они даже Два раза Кулаками Не могут ударить Если они кого-то там Бьют какую-нибудь технику Там Да Ну Как это можно было Ну технику Мы бьем по жопке То есть Можно побить ее Сначала с Арморбейдом Ну с рыцарем Ты делаешь А потом Шестой Поехали 13 Черт В общем Как они придумают Это я не знаю Дальше Смотрите Фист офф Что-то там В гад Кулак богов Опять Вардсмит 3.5 юнитов Предаторов Индикаторов Или лендрейдеров То есть предаторов Потому что Юнит лендрейдеров Это конечно хорошо Но 5 лендрейдеров Это уже 1150 очков И они все еще Ничего не делают Это просто 5 5 5 больших болванок В 14 марморе Смотрите В 12 дюймах От Вардсмита Шестой Инволь появляется Со всей техники И он их чинит На 4 плюс На 5 плюс Он чинит Родная починка На 5 плюс Да Очень странный Бонус Как бы Не нужны 3 пачки Танков Ну с другой стороны Это 9 предаторов В Инвуле И с починкой Не знаю Инвуль конечно Можно разгонять Можно тут Очень много Рассказывать Но я считаю Что на самом деле И девятка IC Аур Здесь Инвуль можно И без этого Бонуса Разгонять Ну короче Нет Я вот в это Вообще не верю Почему-то Олегу нравится Я не знаю Ну я не знаю Просто много Лазок И Станхан У тебя как-то Станхан Какая-то детская Мечта Я не могу Сейчас В ославе Солнца Правой рукой Дайте Я канал забыл Я понял Короче Нет Дальше Интересная Интересная Как минимум Интересная Это Лорд на паке 3.5 Варталонов И Раптор И Я предлагаю Закачку Следующую Ну хотя нет Сначала Стоит сказать Наверное Про бонусы Во-первых Эти ребята Чаржатся С дипстрайка Дизорд Чарж К сожалению То есть Бонуса От всяких Там Меток Хорда Не будет А так Хотелось И второе Это то Что Когда они Зачаржили Два Вернее Если Противника Зачаржило Минимум Два Юнита Из этой Формации Противник Получает Минус Два Клядаку До конца Хода И Вот Собственно Теперь По закачке Вы можете Взять Пачку Вакталла По дну И поставить Туда Ларда С каким Например Топором Как раз Хорняевым Потому что Он наконец Дойдет То что Он просто Упадет И Почаржит И Кинет Единицу На демон И на этом Ваша история Закончится Но Ладно И две Пачки Рапторов В каждой Из которых Вы чемпиону Вы даете Мельтабомбу То есть Рапторы Упали Рапторы Выстрелили Из мельт Если Рапторы Вдруг Не добили Цель Которую Они Стреляли Они Подчаржили Положили Мельтабомбу Еще на нее И еще А нет Не получится К сожалению И мельтабомба И гранат И Увы А хотелось До свидания Но в любом Случа Это Антитех Такой Неплохой В принципе Проблема Этой формации Что она Не для ХСМ Потому что Иконы Персональные У нас были В пятой редакции Мы Нынешние иконы Выдают Просто всякие ФНП И прочее Да И сейчас Это формация Для демонов Потому что Они могут Скостить землю И просто Варкталоны Падают без скаттера В упор Противнику И чаржат Да Это просто прекрасно Еще у них Четвертая ночь Становится Затем Не такой Еще При этом Стоит это Приличное количество Очков При этом Джампак Ларда Бесплатно Не забывайте Об этом Я не знал Бестрикшнс Надо считать Вот Короче Это то Что сейчас Попытается Покурить Да Потому что Как вы понимаете Это опять же Слом правил Я считаю Это зашквар Когда ты не можешь Среагировать На угрозу Поставил Подчарджил А ты сидишь Так Я ничего Да есть два способа Реагирования на эту угрозу У тебя есть интерцепт У тебя есть уверователь А если нет Не интерцепт И ты при этом С словом Пропост Зачем ты вообще В эту игру играешь Тогда Ну короче Не будем Осяуры Ставить эту информацию Древняя минька Ларда На пакетах Да Да Бесполезная Как минимум Именно из-за того Что они могут Чарджить После дипстрайка При этом Ставиться На землю Или на икону Например Тоже Демоническую То есть скатыриться На 1D6 Вместо 2 Или вообще Если совмадает Нет Там демон Только не скатыриться Вообще Метка Не прокатит Ясно Ладно Так что А квартал Демоны Нет Там Они не демоны Бога К сожалению Они У них правило Демон Не метка Короче Есть улучшения Но тем не менее Курим Может быть В каких-то ростерах Появится Демонический Дальше У нас Терминаторы Это Это 10 Айся Аур Из 10 Мы должны были Когда-нибудь Выдать наивысшую Оценку Здесь Ну как Наивысшую Один Лорд Или Сорк Причем Терминаторский Армор Тоже Бесплатно И 3-5 Терминатор Правда Не знаю Я возможно Предпочел бы Доплатить Чтобы не брать Терминаторский Армор Ну ладно В любом случае Вы После дипстрайка В мув фазу Можете Пострелять А потом Пострелять Еще и в свою Шутинг фазу И вы Назначаете Цель И у вас К этой цели Хейтрид Два момента Первый Это то Что если Вы играете Против сил Империума То ваш Хейтрид Пошел нахер Просто у вас У вас уже Был хейтрид У вас уже Два раза Был хейтрид То есть Третий хейтрид Фил Келли И где нибудь Здесь В реструктной формации Должна быть 50% скидка На монитор Видимо Потому что Ты ненавидишь Пока ненавидишь Пока ненавидишь И монитор Прикрутить Да 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 Вот И вторая проблема Во первых Это Один хэви вэпен На 5 рыл То есть Это одна Какая риперка Два выстрела Линкованных 7-4 И комбики Проблема в том Что Ну окей Вы упали в муфазу И постреляли Типа до интерцепта Своими комбиками Скорее всего Ничего не сделав Ими А потом В шутинг фазу Вы стреляете уже Комбиболтеры Потому что Комбики кончились То есть Какой в этом смысл Я не могу понять До сих пор Второе правило формации Кстати Это если вы По какой-то Неизвестной причине Звезды сошлись Вы убили основную цель Вы можете Следующую назначить И хазы ткни не имеете Да Ну в общем Действительно Стрельба из болтеров Что это дает Причем тоже Нужны какие-то Бешеные пачки термятов То есть Это бы нормально смотрелось Если это три Пачки Именно комбисмертников Которые мельтами Там два раза Могут пострелять Ничего себе Если бы у них были Просто мельты Да Если бы у них были Николь А так у нас Рипперка Либо Хэри Флеймер Да Есть Аура из десяти Дальше у нас И надо Тут вообще такой разворот Что Пошел топчик Топчик Да Надо принять Немножечко Тоже Десять Айси Ауры С десяти Потому что Смотрите Это снова Посесты Мы с Олегом В прошлый раз Просто Над посестами Пахахахтовались Конечно же Здесь это Еще хуже Чем там Потому что Там нет Ну короче говоря Это просто ДП И просто посесты Все Единственный ваш бонус Это то что Посесты в ХТХ Получают Все три бонуса А не один То есть у вас плюс К инициативе Рендинг И еще какой-то там Говнишко И здесь Хасидское сердце Немножко вздрагивает Потому что Ну может быть Может быть Кримсон Слоттер Можно подпихнуть Но в орден Такой что Да Что к сожалению Посещен Кримсон Слоттеров Отобирает у вас Правила Вестерсов Кеос Которая дает Эту таблицу То есть Нет нельзя Потому что Здесь четко написано В начале Файт со фазой Больше всего Радует не это И потом будешь Конечно же Подснимать книгу Отдельно И вот здесь Вот просто Restrictions Но ни в чем Все не отказываете Берите посестов В любых закачках Фаза нет закачки Да Метка Метка разная Можно взять Ну короче Не знаю У них очень много Коробок посестов И они пытаются Их продать максимально И наша любимая Вот это Нет Ребятушки У нас Это 12 Ice Aura С 10 Я даже Бэкова здесь Забью Потому что Слишком хорошо 3 3 Хорнотрактора То есть Это 888 На 3 Мне нечего В принципе Сказать Кроме Их Замечательных Бонусов Это Юниты Которые С ними В ХТХ Огребают Шестой силой АП4 С рандом Локейшном Столько Хитов Сколько Моделей В Юнити И второе Это Твинлинкет По цели По которой Уже Хотя бы Один Пострелял А это Конечно Хорошо Потому что Там Не будет Греться Хренов Огнемет Не будет Греться Да Баллистик Баллистик Третье Баллистик Ну Слинкованностью Третий Баллистик В принципе Немножко Получится Но вы Должны Понимать Что Вот Вы Допустим Купили Когда-то Корно-трактор Вы Так Сидите Понимаете Что Вы Совершили Самую Жуткую Ошибку Вашей Жизни И при выходе Этой книжки Вы должны найти Еще двоих Таких же Дебилов И сказать Пойдем На бок Короче Играть Тремя Корно-трактор И все равно Вам не поможет Ничего К сожалению Ой божечки Это Наша Формация Формация На этом закончена Но в принципе Учитывая Учитывая Детач И учитывая То что Последует Дальше Я могу Со всей Уверенностью Заявить Что В чан с говном Где находится ХЗМ Протянулась Тоненькая Спасительная Ниточка Она не очень Крепкая То есть Она всегда Может оборваться И можете Нырнуть в говно Обратно Но она пока Есть И вот Раньше Вы были По глазам Не по макушку Как в оригинальном Кодексе Вот собаки Вышли Гопал вышел И вам Чуть приспустилось Все И сейчас Вы можете По веревочке Отправляться Вверх Да Счастливого пути Помимо всего Этого ГВ решила Поменять Название У петушины Спейсмаринской Магии Только чуть-чуть По-другому названы И у них Бэк там И они Грязная имба В принципе Как и спейсмариновские Тут добавить нечего Но единственное Я считаю Что они не очень Натягиваются На наши реалии Очень странно Давайте разберем Собственно Синструм Дисциплина Я не знаю Как в оригинале Бывший Либрариус Да Это там Где у нас Есть Реролос И Вов Который Непонятно Кому реролит Ну вот Я Предлагал Два варианта Первый Это конечно же Собаки То есть Опять Большая Это пачка Где кабал Харн Сайфер И горпак И вот горпак Будет получается В пятом Либо четвертом На уле Возможно В третьем Если вы хорошо Накидали магию Рерольном Что приятно И второй Момент Это то Что вы путем Союза Можете сделать Любой Боинг Демонов Рыбобоингом По сути То есть Вам на это Да потребуется Дополнительный спел Но у вас будут Там Кони Мухи Собаки В два плюс Рерольном Там же Все так Да Там же Просто Блэйсинг Нет Псайкерс юнит Нет Нахер Пошла Комба с демонами Я Изволил Посмотреть Так что Только Только Собаки Получается Ну что Поделать Ну Соответственно Никаким спавнам Ты ничего не поможешь Ну так Ты Короче Накинул Такой Четвертый армор Да ладно Ты накинул В девятнадцать Четвертый Ну это Да Вот это Единственный Вариант Если ты еще Где-то по девятнадцать Прирольный Четвертый А потом еще И ФДП Тебе 4 плюс Три раза Да Неплохо Да Вот Что в этой Синистором Еще есть Минус два К инвулю То есть Теперь Вспавнятники Или собаки Не будут Ввязнуть В райтах Тех же То есть У райтов Инвуль Третий Резко становится Пятым И фарса Делает свое дело Существенно Быстрее Даже не фарса Даже обычные Атаки Ну и Единственный Наверное Хочется сказать Витчфайр Но это по факту Меледикшн Который Мерится С другим Сайкером Мозгами И можешь Учитывая то Что наши ребята Как правило Третьего Мастер-левела Можно всяких Лебров Выцеливать И спокойненько Убирать Далее у нас Херетек Дисциплин Это Как там Техноманти Техноманти Больше Здесь Есть Неплохие Спилы Как например Можем Кстати За спилы Раздавать Здесь Этот самый Дух машины Возможно Я не знаю Если его не отобрали И возможно Это единственное Что здесь Должны были Поменять Потому что А нет Вот Да Пауэр Машин спирит И убрать Крюстанты Крюшейки Ну это еще Как вот Я говорю о том Что Много спилов Непонятно Типа Давай Прерол У нас Сайвов Погодите-ка Виндикаторы Машин спирит Поехали Постреляли Ты нашел Короче Да Клаб Большинство Наши техники Которые Более-менее Там Играют У них И так Встроенный Два Плюс Игнор Все Это Говна Что Армор Нет Нечего Реролить Что Крюстант Нечего Как бы Игнорить Потому что И так Есть Но Здесь У нас Есть Плюс К Тафне Либо К армор Вайл Да Либо Плюс К армор То есть Вы можете По какой-то Причине Неведомо Если Вы взяли Лундак Вы можете Дать Сделать Ему 15 Армор Либо 14 Лоб Найду Что Уже Приятно Кстати Седьмая Тафна Спавна Шестая Седьмая Байкером Возможно Ну так Забавно И Из-за Интересного Хайвайра У вас Есть один Спел На Д3 Выстрелов Хайвайром Что Хорошо У вас Есть Бим С Хайвайром Что Хорошо И у Вас Есть Третий Шестой Вернее Спел По этой Школе Который Заставляет Технику Потерять Д3 Хуллпойнтов Просто Потерять Без Пробивания Без Ничего И За Каждый Хуллпойнт Который Потеряла Техника Вражеский Юнит 12 Дюймов Вы сами Назначаете Какой Огребает Д6 Хитов 4 6 Что В принципе С какими Нибудь Эгэшниками Или Орками Становится Забавным Вы Взорвали Машинку Или Виверну Или Тачилу И Поубивали Еще Ребят Вокруг Эктомальсия Они Испугались Убежали Вы победоносцы А потом Вы проснулись Обасрав Я не спал Эктомальсия Не помню Электромальсия Солсвит Неплохие Спилы Во-первых Треть Ингуль Себе Что В принципе Саркан Который В Кабале Им обычно Не дают Четвертый Ингуль Потому что Это куча денег 5 сорков 25 очей Я даю Ты очень Бережешь Да я люблю Сарков Теперь они могут Как бы себе Третью Ну важная проблема В том что Во-первых Если бы в Кабале Только один чувак Такой сказали Себе Третью Ингуль Потому что Нельзя повторять Спилы А во-вторых Сарки Как правило Умирают от Перил А не от Чего-то Еще То есть Это не знаю Если брать ДП Уходить им в Тумаги И ДП В третьем Дуле Но ДП Да Очень странно Ладно Смотрите Здесь также Есть небольшой Блессинг На плюс Сила Плюс Атак Как странно Но главное Что есть Соул Свитч Это Та самая Электрозамена Где на 24 Ты можешь Поменяться Своими Юнитами Местами Что В принципе Очень круто Но К сожалению Реально Тоже Та же Самая Школа Где Типа Один Спил Перемещает А все Остальные Что-то СМов Есть Дропподы И Скауты С инфильтрой То Что Ставить ХСМ Чтобы Солсисиус Сделали Это вопрос Вызывает Неплохой Такой Ну и Геомортис Это Что-то Тоже Геомансия Которая В принципе Наверное Самая Такая Наваристая Потому что Здесь Во-первых У нас Есть Восстановление Д3 Вундов Чарактером И Твилун Да Им же Можно В Боинге Лордов Как-нибудь Даже Лотич Не Нужен Как бы Здесь Получается Есть Так же Он даже Называется Так же Господи Лилой 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 Не знаю Как назвать Поменяй Первое слово Никто не заметит Муфрукавер Ой Да Муфрукавер С Игнором Ковра И Игнором Лоса Что для Какого-нибудь Найта Вполне себе Неплохо Потому что Он начинает Просто Жарить Гастлингов Везде И Ничего Ничего Не спасет Тебя от него И естественно Передвигание Зданий Безудержное веселье На сколько На 24 ездит Там Вин 24 Да 24 дюйма То есть Вы залезли В руинку И поехали При этом Нам как бы Все это Касте проще Все эти Варп Чардж 3 Потому что Есть фамильяры Но у нас Нет Каб Этого Канту ловушки Которые Мог это делать Которые тоже Могут На 2 плюс А Миссии У нас появится Миссия Которые В данном Случа Обсудить интересно Потому что Я больше не могу Свиняться На Дарк Ангел Ну короче говоря Три миссии Просто по сути Уперты у демонов Две из которых При этом еще и хуже То есть Первая Это просто убейте юнит У демонов Там Если ты убил юнит Определенный демон Ты 2 получаешь Здесь всегда 1 А второе Это с кастить и спел С демонами то же самое Если кастил демон Зинча То 2 виктори поинта Здесь 1 И третья Это моя любимая Great game Только здесь она называется По другому Will of the gods Просто The will of gods Да Колесо богов конечно же Ну вот Собственно Вы в конце хода Кидаете Д6 И если вы скорите Столько точек Ровно Столько точек Сколько вы кинули на Д6 Вы получаете Столько виктори поинтов Я прав? Я прав А если не скорите столько Или скорите больше То ну Нет Смотрите И Гуны Да Если Кинули 1 гуну 1 очко 3 очков Гунов И если вы там превратились В Демон принца Д3 плюс 3 Это там не просто Там Там если ваш Варло Кинул Unworthy offering Или превратился В спавна Он получает 1 виктори поинт Ну вы получаете 1 виктори поинт Если он кинул Любой другой бун Д3 виктори поинтов А если он превратился В ДП То Д3 плюс 3 виктори поинтов То есть Учитывая Хреновую кору С двойными гунами Вы можете кинуть Какой нибудь бун И ДП И получить Аж до 9 Маэльки За это За это дело Что мы Можем сказать В остатке Об этой книге Я считаю Что в принципе В спорте Не особо Она нужна Потому что Реально Мы берем рыцаря Ну рыцарь Мы берем кабала И ни на что Из этой книги Больше денег не остается Только как бы Спилы мы можем В кабал Типихнуть Нет ну нет Это апнуло Даже То что было Потому что Магия от новой Магия полезна В том же формат В котором мы играли Потому что Если вы Нашли рано Инвизик И все остальное Накидали Можно Сходить В какой нибудь В петушину Лебрари Уставали Какая там Иктомальтия Набрать Потому что Спилы В принципе Хорошие Вот Как основа Ростера Варбанда К сожалению Уровень Кухни Да Много Бунов Но Юниты Которые Которые Применяются Совершенно Не те То есть Лорд есть Но лорда Ввести В чем Простите То есть В байках Зачем Ну Байки Все еще Проигрывают Спавнам Реально Не могут Они Хотя Нет Можно взять Лорда На байке В кору И поставить Его в спавнов Которые Аукселярии И еще Сарков Запихать В принципе Можно Просто Сделать Стандартный Спавнобой Просто Там еще Будет Лорд Который Будет Бунами Обмазываться И возможно Просто Добавишь Шестого Спавна Вот В спорте Где Каждая Копейка Важная Нужно Отдельные личности Которые пытаются Раскурить Там все Типа Сейчас И ведут Проповедь О том Что все Хорошо Все замечательно Сейчас будет Нужно Мыслить За рамками Но по факту Мы смотрим И видим Что за рамками Кел Спейс Марина Нарине Смельтый Смыслить Очень сложно Он ничего не может По факту Можно сказать То что Все не хорошо И не замечательно Все ху** Как и было Но Чутку лучше Чем раньше Вот Ну даже не чутку Получше чем раньше На полшишечки На полшишечки Получше То есть у нас магия Есть опять же У нас есть формации Которые можно Как-то использовать Формацию Которую точно Можно использовать То есть драконы Те же Мы просто взяли Два дракона Теперь они еще И ледак отнимают И там Какие-нибудь талоны Надо потестить Узнать Вообще Как это работает Может это даже Весьма неплохо Ну я вот пытался Прикидывал Короче В ХСМ Они точно На эти талоны Не лезут К демонам Это уже коллегу Я уже посчитал Получились идеально Просто идеальный Стандартный рыбобоинг И талоны Все Как-то так Будем дальше копать Будем тестировать На нашем канале Я думаю Много тестов появится С Олегом Возможно Мы тоже сыграем Он будет Свою видение показывать Я свое И соответственно Как-то Будем следить За спортивной карьерой Трейтерс Хейта Ну и надеемся На остальные книги Все-таки Вот эта вот Фишечка Говорит нам о том Что это не последняя книга Да Этой же фишечкой На Бладах Находится Ну да И не факт Что типа Новые книги Будут про ХСЕ Там какой-нибудь Не знаю Петушиная Гвардия Ну а кто знает Может быть у нас будет Сейчас вот Про Харна книга Да Типа там Были от ГВ Постики Что сначала Вперед выпустили Харна А потом пойдет Основной ЧКП Я очень надеюсь Может быть там Не знаю Будет книжка про Абадона Про Люция Конечно же Будет очень веселая книга Я полагаю Но в общем смотрите Если это будет Реально не как КДК Все думали тоже Ох сейчас будет Хорн А потом будут другие Нет Здесь вот тоже Как бы Хорн вылез И мы очень надеемся Что дальше пойдут Остальные боги Все таки сможет ГВ У нас есть еще Такие Ну здесь Хорн Это так На обложке Только и в двух формациях По сути Так что Не сказал бы Что прям Книжка про Хорна Да Ну как бы Лицо Здесь опять Корняцкое Опять А тут просто Сейчас будет Вот это поворот И следующая книга Про Малала И Боба такой Срочно возвращается Из всех своих Жрец Малала Верховный Спасибо что Остаетесь с нами Крепимся И вам желаем Всяческих успехов На поприще Собирание этого Павера нет Но вы держите Там Хорошего настроения Здоровья